Добрый день! Добрый день! Трохповерховый будинок заплатили 2 миллиарда рублей. В наступном году был интернат, станя полновартостным гостинным двором. Хоть некольких андрёвых клопок тут працуют уже зараз. Коли окупятся вкладенные сродки, предприниматель не скажет, а не отмывляться от бизнеса не сбирается. Кучей на двород, огучивая у райвыконками планы по створению на территории центра сучасного детячего городка, что сделает выкористание ранее непотребной майомости еще больше эффективным. Деревья, которые сегодня уже состарились, они практически уже не нужны городу. Мы планируем там сделать мощную детскую площадку в центре города, чтобы дети свободно с матерями и отцами могли сюда посещать. Разум с тем, реализовать за першопочатковый кошт усе объекты отримываются не завсёды, особливо, коли это течится сельской местовости. Был и дитячий сад у Весы Антоновка Добрского района не працуя уже два годы. Только сё лето провели четыре аукционы по его продаже. Першопочатковый цену за 7,5 миллиарда снизили до полутора, але покупника усе ровно не знайшли. У райвыконками не выключают. Уся справа у отдаленности от Добрша и областного центра, при том, что будынок, сдадзен на эксплуатацию в 2002-м, и знаходится в добром стане. Для того, что тут не только есть усе коммуникации, по передней уладальнике поспели навыд теплозбирагаючая в окна поставить. Иншая справа, ци зможа пережить неэксплуатуемый былый дитячий сад зиму, особливо при наших минусовых температурах. Стены, зразумела, вытрямують, а вось система отяпления можа пройти у непригодность. Тому продаж объекта по минимальному кошті так само не выключенне. Правда, и увага до его будзе больше повышенной, як у вогуни и до усіх інших объектов, які реализованы за одну базовую величиню. Конечно, бывают случаи, что не выполняются условия. В этом году в бюджет у нас поступило 250 млн. рублей именно штрафы за невыполнение условий. Но в основном, конечно, если человек серьезно настроен, если инвестор в будущем видит, для чего он это делает, эти объекты работают, все выполняется срок и даже досрочно, чем написано в договоре купли-продажи. Олег Сенчаров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гобель». Глядите, сегодня у 18.10 у промым эфиры телеканала «Беларусь-2» новый выпуск программы «Деялог». Гость студии – директор Гомельского областного территориального фонду Державной майомости Катярына Зинкевич. Свои пытания можно задать по телефону промого эфиру «Гомеле» 77-68-45. У Гомельским Державным машинобудовнишем колледже прошла что-то годовая новокопрактичная конференция «От инновации до эффективного вынеку». За пять годов она фактично стала международной. А кроме о белорусских выноходах, на ее представили и российские. С некоторыми из них познайомилась Ганна Ковалева. Этот маленький робот стольный проводить доследование новокольного сяродя с допомогой его сенсоров можно вызначить изровень радиации, температуру, вельгодность поветра и инши дадзины. Все, что требует для его кирования – телефон с блютузом або доступом в интернет. При этом координовать рук робота можно на отлеглости километра на протягу прикладной годины. Сюда прибор справа рук наученца Гомельского машинобудовнического колледжа. Максим Кирьянов працавал над ним целый год и вот нарештый представил на новокопрактичной конференции аденовации до эффективного вынеку. Робот сделан для того, чтобы можно было исследовать участки, на которые человек попасть не может. То есть, например, тот же самый Черновый. Мы можем отправить туда робота, получить все данные о его сенсорах на мобильном телефоне либо ПК и уже дальше решать вопрос о том, что можно туда отпускать в путь, либо нет. Зараз Максим працует над новой версией робота, яка может перемещаться не только по суше, а и по воде, и по поветру. А кроме ОГО, свои вынаходки на конференции представили на большинстве больше 20 белорусских и российских установок адвокации. Сярод представленных инноваций ИТЭ, яке уже зараз променяются на практице. Одно из таких – система контроля доступа. Сюня она выкорастовывается в будинку интерната Гомельского машинобудовничего колледжа. У каждого вушня есть именная карта. Про ее сшитывание программа выдаёт дадзины обладальнику. Фотографию, номер учебной группы и покоя в интернате. История наведывания заховывается у особную базу дадзины, которую в любой момент можно проглядеть. На данный момент программа, в общем-то говоря, проходит тестирование в общежитии, и пока не очень хорошо удается разграничить именно поток. Но это в будущем будет решено установкой второго считывателя. Один, который будет поставлен на вход, а второй – на выход. Это поможет снизить поток людей и, собственно, решить данную проблему. Один и белорусский аналог – вельми узкопрофильный. При этом его кошт – каля трех тысяч долларов. На вынаходство ж гомельских наученцев потребовалося усяго 100 тысяч белорусских рублев. Уже сёнях этой системы затекавилися лядовый палац и гомельский гандлёвый экономичный колледж. Технопарк наш в Минске проводил научно-техническую выставку, на котором было представлено 80 проектов. Из них 30 пройшли в финал. Четыре из них представлены Министерством образования. Вот один из этих проектов – это проект нашего колледжа. Он сейчас проходит стадию коммерциализации, то есть будет рассмотрен вопрос о практическом внедрении. Усягона конференции пригучала больше, как полторы сотни докладов. Усягоны выйдут в традиционный сборник теоретичных прац. Но самое главное то, что уже сейчас эти инновации истнуют не только на паперы, а являются дейючими моделями. Ганна Ковалёва, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На головной ёлце Гомеля запалили святочные огни. В связи с Шимом на площади Ленина пройшли массовые гулянни, концерт лепших творших коллективов областного центра и вядомыш с встреча с Дедом Морозом. «Раз, два, три, наша ёлочка горит!» «Дедушка, не работает твоё волшебство!» «Ленчурова сработает!» «Головную ёлку Гомеля упрыгожили больше, как пять с половой тысяч энергосбирагальных светлодиодных лямпочек. Вышиня новогодней прыгожунь в этом году склала маль 32 метры. На верховине установлена новая вифлеемская зорка. У целом, площу Ленина оформили у комплексе. Тут усталявали резиденцию Деда Мороза, пятиметровую ёлочную цацку и гигантский подарунок. З'явилось и так само другое зорное небо, город Майстро и гандлёвые роды. Основная ж иллюминация на магистральных улицах областного центра будет включена с 26-го на 25-го снежня. Назначена комиссия о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление городских объектов в районах. Комиссия будет осматривать все элементы новогоднего оформления районов и итоги будут подведены в срок до 15 января. У Гомеля протягивается первый форум классичной музыки «Бетховен. Линии лёсу». Подчас его же хары и гости города над сожем могут глыбей познайомиться с творчостью одного з наибольшь вядомых сусветных композиторов – Людвига Ван Бетховена. Перший форум классичной музыки супроводжается проведением аддукационных майстер-классов, цікавых творчих сустрэч с талиновитыми белорусскими музыками, а так само серые, яскравых и ведовишных концертов. Один з них напереды не отбывся у Белых гостиной Палаца Румянцевых и Паскевича. Подчас концерта аматоры высокой классичной музыки пашули глубокие, наполненные драматизмом, праникненные фортепианные и камерные композиции Людвига Ван Бетховена, а так само и его последовников – Иоганесса Брамса и Макса Бруха. Яны прагушали у выкананья лауреатов международных конкурсов Яугена Спиридонова, Андрея Иванова, Михаила Радунского, Александра Иванова и Мурада Асуила. У целом проведение першого форума классичной музыки «Бетховен. Линии лёсу» – масштабная и знаковая культурная пазея для Гомеля и у всего региону. Это золотая середина нашего форума. И остаются всего лишь два концерта. Это вечер фортепианных сонат и закрытие уже непосредственно. Но хочется сказать, что публика восприняла этот проект достаточно неплохо. И достаточно много людей приходило на наши концерты, уже два, которые были. Новые регионы, информацию о проектах телерады компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте и интернете по адресу www.cvrgomel.by На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова